А вот это вот вопрос задавался, как там было, буду делать по-чернобаевски. А так как человек взял, замотал целиком, чтобы сопрело, да еще рано, еще до зимы далеко, да, видите, ждет, эта конструкция ждет зимы. То есть он сделал по-чернобаевски, но неправильно по-чернобаевски, вот как надо было. А внутри, пожалуйста, внутри достаточно воздуха. Это термос, это я придумал ему название, изобрел. Чернобаев, не просто утепление, даже под простой коробкой картонной, из такого размера, и то бы они не замерзли. Это все-таки привитые хазанские мои, это мои саженцы. Вот это мои саженцы у Чернобаева. Просто они выросли. Вот это я хотел подчеркнуть. На пятый год, я рассказывал это, на каждом, по тысяче это точно было, было больше. Вот, плодов на каждом. Деректоры-то небольшие. Вот это то, что мои саженцы, им труднее, чем привитым. Вот этот вырос прямо из-под земли фактически. То есть было мертвое дерево, там справа три совершенно мертвых. Вот только пни остались большие. Этот выжил. Вот, а вот этот, видите, пень. Этот чудом выжил. Вот такая зима прошлась. А этот, ну, теперь лидерство, вот от этого, это был мощь от дерева, большой урожай. Вы видели такие фотографии, лучшие годы, да? Ну вот, черники резали-резали, дорезались, погубили деревья. А кушать-то хочется, нас никто не собирается кормить. Вот. А вот это вот перешло лидерство мировое. Вот он теперь мировой лидер. Самый высокий в мире. Сеянцевый, там у меня есть привитые, с ними получше. А это Сеянцевый. Почему? Потому что он, вопреки всем законам природы, вопреки всем таблицам морозостойкости, видите, просто давал вот отсюда, не отсюда. Сеянцевого, вот, вот видите, вот этот замерз, это как бы антипод, вот этот замерз по землю, вылез. Ну, конечно, кто бы спорил, он, все-таки, и это чудо, уже это чудо. Я же его не укрывал. А вот это чудо из чудес. Самый высокий в мире персик выглядит так. Вот он, видите? Вот эти ветки, вот эта ветка в прошлом году не замерзла, но она могла из-под снега вылезти. А в эту 40-градусную зиму, смотрите, вот этого не может быть никогда, вам это приснилось, дорогие друзья. Ну, дерево стоит, можете на нем пребываться. Фильм я показывал, щупал, показывал. Ну, и, наконец, теплица, спасаю генофонд. Еще одна такая зима, я вообще могу персики потерять. Чернобаеву тут перестал укутывать, уже возраст, надоело ему тоже. Делать эти термосы. Тогда я перевез теплицу. У меня сразу вопросы посыпались, это уже популярнейшего сайта. Знаете, какие-то вопросы. Ой, а что же это? Ой, а как же поливать? А там это, а тут 15 форточек, а то ли закрытыми, открытыми. И вообще это. А я сам не знаю, не знаю. Вот они. Форточки будут открыты, все 15. Двери будут открыты. Еще несколько раз пылью, потому что это все равно теплее. Это все равно микроклимат. Не знаю, что они. Фотографию сделаны неделю назад. Не знаю, что они такие зелененькие. Что меня убило, что у них здоровые, нет никаких следов. Борьбы никаких болезней. Я еще раз говорю, когда появляется плесень, когда появляется там, хоть называйте его манеллез, хоть называйте его паршой, чем угодно называйте. Хоть десяток названий, помните, мы с вами проходили. Эти грибные болезни. Только полезни появятся. Это не значит, что они жрут листья. Листья зеленые, никто не жрет. Страстная ошибка, такая же, как лишние ветки у деревьев. Так же, как эти обрезки подзимние, якобы на пользу дереву. Вот таких ошибок понаделанных. Никто их не жрет. Когда здесь появится или уже бы появилось, допустим, некомфорт. Это значит, что у них начали отмирать клетки, из которых состоит лист. Лист состоит из клеток. И вот они начинают. Не одновременно, не весь в один момент очернеет. Появляется, вот, допустим, нет ни одного. Тут их несколько миллионов клеток, да? Под микроскопом. Помните, в школе про них изучали? Их несколько миллионов, допустим, в листе. Вот уже одна заболела и умерла. Вторая, третья. Вот уже это, начинает их жрать какую-нибудь это пакость. Ну, грибное заболевание. И все больше, больше. Где они? Уже осень. А тут, правда, еще лето. И я надеюсь на что, для чего это сделал. У Макарова крупнее, чем у меня. В этих самых, в Скорской области крупнее. В Калининградской крупнее. В, сейчас скажу, Твери крупнее. В Сахалине крупнее. Я железом. Оказался последним. А у меня как были мелкие, вспоминайте, так и остались. Вот сейчас им уже исполнилось два года. Это однолетние были весной посажены, семена обрезаны. Два года. И на третий год я уже приглядывался. Плодовой веточек есть. Но это же не факт, что они зацветут. И не факт вообще, может весной все будет мертво. Мы с вами проходим к учебу. Но не так, как этот дядя Ваня, который спора научил, как всех. Как надо делать эти гнилые ямы для уничтожения деревьев. Так, научил, назвал учебный фильм. Потом выписал, посадил мертво. Снова на встречу посадил мертво. И сказал, караул, меня надули. Представляете? Ну, ладно. А с гнилушками мы будем еще воевать и бороться. Вот я сейчас сказал. Мы с вами учимся. Потому что теперь это уже и от вас будет зависеть. Вот. Не будет же это первая, вторая и последняя теплица. Первая, знаете где. Продолжение следует.